Зачастую школа искусств связывается с такими направлениями, как живопись, скульптура, текстиль, дизайн, фотография. Но время идёт, и понятие искусства переходит в другой формат. Это и веб-дизайн, и фотошоп, и, конечно, видеомонтаж. Школа Саулес в этом году запустила новую программу по обучению мультимедиа и уже показала отличные результаты на конкурсе. Начиная программу, мы очень хотели привлечь профессионалов отрасли, потому что у нас работает преподаватель из Риги, который каждую неделю приезжает, и дети могут учиться и у профессионального режиссёра Айя Блей, который, скажем, профессионал отрасли знает, а также обучается анимацией у Владимира Лисцова, режиссёра, который родом из Далгописа и согласился тоже приезжать сюда учить молодых студентов. В этом году Центр национальной культуры организовал Вселатвийский конкурс мультимедиа в искусстве, прошедший в Государственном техникуме Вогре, в котором принимали участие ученики всех школ Латвии, где есть программы по мультимедиа. Так как наша школа тоже реализует эту программу, тогда мы тоже приняли участие в этом конкурсе. Конкуренция была довольно большая, в каждой группе было от 10 до 15 участников, и были три группы, мы участвовали в первой группе, те, которые учатся мультимедиа, первый и второй курс, и те, которые не учатся мультимедиа. Учащиеся школы Саулес не просто представили Даугавпилс, но и отлично показали себя на этом престижном конкурсе, получив три награды в разных категориях. Ребята должны были представить уже подготовленное домашнее задание, суть которого заключалась в том, чтобы сделать комический видеоролик на тему «Ненастоящие новости». Именно за это домашнее задание ученица школы Саулес Лаура Рудко получила почетное первое место. Также в конкурсной программе участникам было необходимо за ограниченное время создать короткий видеоролик прямо во время прохождения конкурса. И здесь отличилась школа Саулес, а именно Анна Ружа, заняв первое место. Я показывала свое домашнее задание, надо было сделать короткий фильм, который идет две минуты, про неверные новости. Я сама придумала спонтанно вообще эту идею, но я рассказала свою идею, и учитель помогал мне реализовывать ее. Сложностей много не было, потому что мы в фотодизайне тоже обучаемся каким-то принципам видеомонтажа и как вообще снимать. Поэтому не было очень много сложностей, но именно придумать и как это показать, чтобы это реально выглядело как фейк-ньюс, вот это было, наверное, самое сложное. Ребятам очень понравилось участвовать в конкурсе, ведь они познакомились там не только с другими будущими профессионалами в сфере мультимедиа, но и уже с именитыми художниками и дизайнерами, и считают этот конкурс неоценимым и уникальным опытом.